В минувшем году Анапа показала хорошие результаты социально-экономического развития. Об этом заявил депутат краевого парламента Владимир Верстунин на встрече с активистами, депутатами, представителями муниципальной власти и казачества. Практически во всех отраслях был зафиксирован рост на 5-7%, выше плановых показателей. Было сдано около 300 тысяч квадратных метров жилья. Город входит в тройку самых быстрорастущих в крае. За год населения Анапа увеличивается на несколько тысяч человек. При этом горожане говорят о болезнях такого роста. Улицы в новых кварталах с высотными домами остаются узкими. Не хватает важных для жизни ресурсов воды, электроэнергии. Хаосная застройка 90-х годов и начала 2000-х годов привела к этой ситуации. Без федерального бюджета мы ничего не сделаем. Но будет улучшаться за счет того, что сделал наполненный коллектор. Будет реставрация нескольких насосных станций на Пионерском проспекте. Будет лучше. Ну, я думаю, что не прям сразу. А перспектива только вот за большими вложениями. По словам парламентария, только для решения проблем в селе Витязево и в районе Пионерского проспекта необходимо более 1 миллиарда рублей. Также федеральные средства в городе-курорте рассчитывают привлечь на строительство школ. Как рассказал депутат горсовета Константина Постолиди, в Анапе на эти цели отведены две площадки. Совместно с городской администрацией проработаны проекты. Теперь анапчане просят проконтролировать, чтобы деньги, выделенные федеральным центром, поступили в распоряжение города и можно было начать строительство хотя бы одного объекта. На сегодняшний день в общеобразовательных школах у нас очень серьезное положение с посадочными местами. У нас с 24, что положено было по закону, на сегодняшний день доходит до 40 учащихся, которые должны сидеть в классах. И уже отсюда нам понятно, что какое-то может быть образование. Сегодня требования к образованию очень серьезные в связи с этим ЕГЭМ. Верстунин пообещал взять вопрос на контроль, а также добавил, что проблему развития инженерной инфраструктуры можно решать, привлекая в том числе ресурсы застройщиков. По словам парламентария, сегодня нагрузка на коммуникации также увеличивается из-за самостроев. Администрация Анапы подала более 300 исков против недобросовестных застройщиков. Остро стоит вопрос с зарплатами в конвертах, а это недополученные деньги в бюджет, те же дороги и детские сады. Также накладывается общая ситуация в экономике. При этом государство со своими задачами справляется. Проблемы решаются, пусть и не так быстро, как хотелось бы. По мнению депутата, сегодня необходимо выступать единым фронтом. Мы видим, что все-таки у нас нормальная ситуация в стране. В других странах при таком же обстоятельстве было бы намного хуже. Сегодня нам не нужна никакая стряска в нашей стране. Нужна стабильность.